Ссоры на саммите Большой Семерки, Жесткий Макрон, Миролюбивая Меркель, Убегающий Трамп, Цзиньжи Таутяя, Китай 11 июня 2018 года В эти выходные оживления царит и на Западе, и на Востоке, в китайском Циндаа начинается 18-й саммит лидеров стран ШОС, а в канадском Квебеке, саммит Большой Семерки, Г-7 Эти мероприятия проходят в одно и то же время, но резко отличаются друг от друга по атмосфере, здесь, в Циндае, обстановка очень дружелюбная, в то время как там в Квебеке это далеко не так Россия и Китай задают тон за последние дни сообщения о пути не заполонили китайские СМИ В преддверии своей поездки российский президент дал эксклюзивное интервью, рассказав о своей дружбе с Цзиньпином Однажды господин Си справлял с ним день рождения, они выпили по рюмке водки, нарезали немного колбасы Путин считает, что российская мечта и китайская мечта во многом схожи, верят в перспективы российско-китайских отношений и расширению ШОС 8 июня Си Цзиньпин вручил Путину Орден Дружбы КНР Эта высокая награда вручается иностранным гражданам, которые внесли выдающийся вклад в реализацию модернизации социализма, содействовали обмену и сотрудничеству между Китаем и другими странами, защищали мир во всем мире Нетрудно догадаться, насколько это весомый шаг Теплота во взаимодействии России и Китая в некотором смысле задает тон саммит у лидеров стран ШОС Фактически, увидеть тенденции к налаживанию взаимовыигрышного сотрудничества можно и у новых участников организации Например, выступать на одной сцене будут новые страны-участницы, Индия и Пакистан Важно понимать, что эти соседние государства считают друг друга врагами, боевые действия между ними со времен разделения Британской Индии велись трижды Тем не менее Индия и Пакистан – самые сильные страны Южно-Азиатского субконтинента, поэтому вопросы безопасности и стабильности в Южной Азии неотделимы от них Благодаря усилиям Китая эти враждующие соседи встали на одну сцену, и будущее покажет, к каким договоренностям они придут Вся земля в куриных перьях проходящие по ту сторону Тихого океана саммит Г-7 больше похож на железнодорожную катастрофу Участники организованной незадолго до этого встречи министров финансов и глав ЦБ серьезно разошлись во мнениях по вопросу таможенных пошлин Резюмируя, председатель собрания выразил озабоченность и разочарование, вызванные действиями Трампа Прибывший в Квебек заранее Макрон продолжил жестко высказываться о США Нам не нужен всемирный гегемон В то же время французский президент считается единственным европейским лидером, который может секретничать с Трампом Лидеры других европейских государств, однако, сразу отказались от лечения Г-7 Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Большой Семерке, вероятно, будет трудно достичь консенсуса по содержанию комьюники и формулировкам Поэтому более реалистичным выходом будет не публиковать официальное заявление Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и премьер-министру Канады Джастину Трюдо не удалось поговорить с Трампом наедине Белому дому стало совершенно ясно, что лидеры шести стран намерены препираться Поэтому Трампу пришлось покинуть саммит раньше под предлогом подготовки к встрече с председателем КНДР Ким Чен Ином, который пройдет 12 июня Идейные различия разной атмосферы на этих саммитах отражают разные перспективы развития международного сообщества Косность и раскол против открытости и сплоченности Китай и США играют главные роли на вышеупомянутых саммитах Используя две платформы, они распространяют совершенно отличные друг от друга идеи развития, а также собственные размышления о мировом порядке Последние несколько лет Китай все время пытался объяснить понятие сообщества единой судьбы Искал наибольший общий делитель в отношениях между странами Все государства, большие и маленькие, сильные и слабые, влияют друг на друга и потому должны совещаться Сильные державы несут большую ответственность за мир и развитие в своих регионах и во всем мире Они, отнюдь не монополисты в международных делах Это очень мудрая мысль, идея для всей эпохи ШОС, это отражение китайского способа развития За 17 лет она из маленькой тачки, организации, связанной с безопасностью, постепенно развелась до полноприводного автомобиля ШОС занимается проблемами безопасности, экономики, гуманитарного обмена и сотрудничества Благодаря принятию в свой состав новых членов, Индии и Пакистана, ШОС перестала сосредотачиваться на Восточной Азии и расширилась до Южной, став региональной организацией безопасности с самым большим общим населением в Евразии В ШОС в качестве наблюдателей или партнеров по диалогу вступили такие ключевые государства, как Иран, Афганистан и Турция Это позволило организации затронуть ближневосточный регион Очевидно, что Китай делает все возможное, чтобы быть посредником в спорных вопросах, сглаживать противоречия Большая Семерка, напротив, представляет собой международную организацию, ядром которой выступает США, а другие шесть стран вокруг них ищут общие интересы Ранее они держались одного направления во внешней политике, заставляли остальной мир с готовностью принимать их руководство, терпеть эксплуатацию Сейчас их время ушло, начались внутренние распри Это означает, что сегодняшнее западное мировоззрение, это по-прежнему забота лишь о собственных интересах Большая Семерка в конце концов все равно обречена на провал из-за идеи игры с нулевой суммой, жизни по законам джунглей, где победитель забирает все По-малому можно судить о большом И смотря на атмосферу, царящую на вышеупомянутых саммитах, знающие люди смогут сделать выводы о тенденциях развития всего мира Мы верим, что высокие идеи привлекают людей без всяких слов И в будущем еще большие стран сделают свой выбор между расколом и сплоченностью, консерватизмом и открытостью